Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и это видео с моими впечатлениями от Skull & Bones. Да, это не обзор, а именно мои первые впечатления. Так как это ММО игра, и чтобы делать полноценный обзор, в неё надо задротить не один десяток часов. Я играл в игру во время открытой беты, которая проходила всего два дня. Ну и в целом подобные открытые беты делают именно для того, чтобы составить первые впечатления, поиграв несколько часов. Но поверьте мне, даже этого времени было достаточно, чтобы сформировалось определённое мнение, и было более-менее понятно, что перед нами за продукт. Сегодня мы с вами вспомним историю создания этой игры, посмотрим на то, какое она в итоге получилась. Отвечает ли она стандартам ААА, куда её определил сам Сео Юбисофта и в Геймо. Поговорим о том, что может ждать игру в будущем, ну и порассуждаем в очередной раз, стоит ли хранить Юбисофт, одной из самых крупных игровых компаний современности. А ещё я попрошу вас о помощи. Ну а перед началом, как всегда, самых красивых и активных, я попрошу подписаться на мой Твич-канал, чтобы общаться в онлайне, а также на телегу, чтобы не пропускать стримы, новые видео и новости игровой индустрии. Ну и на этот канал, если вам понравится видео, вы тут первый раз, обязательно тоже подписывайтесь, ставьте лайк, давайте дадим пинок этим проклятым алгоритмам Ютуба. Ну а мы, наконец, начинаем. Погнали! Для начала немного и истории, если вдруг вы были в танке последние 11 лет. Итак, игра Skull & Bones впервые была заявлена аж в 2013 году как мультиплеерное дополнение великолепной Assassin's Creed Black Flag. Да бросят меня фанаты корсаров, но именно Black Flag я считаю лучшей синглплеерной пиратской игрой на данный момент, просто потому, что даже в 2024 году она вполне неплохо играется, а уж бои на кораблях там совсем великолепные. Так что ничего удивительного в том, что Ubisoft хотели выкачать все соки из удачно получившихся моментов игры, нет. Со временем Skull & Bones превратилась в самостоятельный ММО-проект под названием Black Flag Infinite, а позже была переименована, собственно, в Skull & Bones. Четыре года об игре ничего не было слышно, и вот в июне 2017 года на E3 нам показали трейлер и геймплей игры. И выглядело все довольно-таки неплохо, мне очень нравится, между прочим. Кинепатографичный трейлер был атмосферным, а геймплей реально поминал мультиплеерный Black Flag. Так что зрители заценили и стали ждать игру еще больше. Вот только после этих трейлеров игра просто пропала из инфополя. О ней ничего не было известно долгое время, и то и дело ходили слухи о производственном аду, в котором она находится. Поговаривали, что игра постоянно меняет концепцию, потому что боссы Ubisoft сами не знают, чего хотят. То эта игра в селе классический Сидмейер Спиратс, то сессионка в духе Rainbow Six Siege, то Ubisoft хотели сделать ее похожей на темную зону из The Division, то пытались добавить туда элементы выживания из Rust и Ark. В итоге от всех этих пи***раданий и переносов бюджет игры раздулся до 120 миллионов. И вот в 2023 году игру наконец-то обещали выпустить, и как вы думаете, что получил типичный ждун? Хуй тебе! О такой! Однако наступил 2024, и игра реально собирается выйти. И если честно, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Дело в том, что учитывая все проблемы разработки, я уверен, Ubisoft давно бы отменила эту игру, если бы не одно «но». Изначально School & Bones разрабатывал подразделение Ubisoft Сингапур. Это вроде как первая игра этого подразделения, и ее выпуск был согласован с правительством Сингапура. То есть Ubisoft должна была нанять местных разработчиков и обязательно выпустить оригинальную игру в обмен на субсидии. А если они этого не сделают, то получат огромные штрафы. Мне все это сильно напоминает мои договоренности из детства с родителями, когда мне давали поиграть в Sega только после того, как я сделаю домашку. А если не сделаю, то никакой Sega еще и пи***ей получу. И как вы понимаете, хорошие игры с подпалки не делаются. Так что многие ожидают от School & Bones огромного провала, а вместе с ней и краха Ubisoft, которые выпустят очередную никому не нужную игру с огромным бюджетом. Если что, бюджет уже больше 200 миллионов долларов, по-моему. Но так ли все плохо на самом деле? Давайте разбираться, чего там Ubisoft за 11 лет смогли нахуертить. Для начала я сразу скажу. Не надо мне говорить что-то вроде «Ну ты играл в бетку, а вот на релизе все будет по-другому». Ребята, бетка была приведена за считанные дни до релиза. Она являлась исключительно рекламным ходом для привлечения игроков. Она не была тестированием в каком-то ни было виде. Это была релизная версия игры, в которую мы могли поиграть ограниченное время. В целом, я юбиком хочу выразить на самом деле респект. Это честный шаг, который помог многим понять, стоит ли вообще эту игру покупать. Спойлер. Начинается игра с короткой, довольно стильной заставки в стиле Ubisoft. К слову, катсценных заставок игр крайне мало. Но оно и неудивительно, учитывая, что перед нами все-таки ММО-проект. После этого она сразу же выпускает «Море на корабле» и пытается обучить им управлять и сражаться. И уже здесь я испытал первые разочарования. Сначала в управлении кораблем. Оно вроде бы аркадное, но какое-то совершенно тугое и неудобное. Я не помню подобных проблем в том же Black Flag. Я не прошу симулятора, скорее наоборот. Я хочу, чтобы управление было легким, аркадным и приятным. А тут управлять кораблем как-то совсем неприкольно. Второе, что разочаровала боевая система. По факту, ее тут просто нету. Помните, как в том же Black Flag вы наводились на корабли с помощью индикатора полета ядра? А вот этого больше нету. Причем эту боевку показали в ранних трейлерах, но почему-то решили от нее избавиться. Теперь есть просто прицел. Причем вы даете сразу залп из всех пушек, как из пулемета. Потом следует небольшой кулдаун на перезарядку и по новой. Ну, в общем-то, я решил не делать сразу поспешных выводов. Все же это только начало игры. Первый бой по сюжету мы должны были проиграть. И после этого нас сразу кидают в довольно стильный, но максимально глупо сделанный редактор персонажа. Мне понравилась идея, что мы делаем перца, глядя в свое отражение в воде. Прикольно, да. Однако проблема в том, что мы кастомизируем не только лицо, но и тело. Выбираем телосложение, добавляем татухи. При этом, как посмотреть на персонажа целиком, я так и не нашел. Мы видим только лицо. Конечную версию мы можем увидеть уже после начала самой игры. Какой-то непродуманный бред получается. Ну и то, что касается непосредственно самой кастомизации. Она стандартная, юбисофтовская. Выбираем готовые лица, прически, бороды. Ничего особенного. После создания персонажей из кронико-сцены начинается цепочка обучающих заданий. И вот тут снова я почувствовал вкус разочарования. Вообще, знаете, пока я играл в бетку, во мне боролись два чувства. Ощущение, что все не так плохо, потому что я ожидал совсем неиграбельного куска дерьма. Ибо знал о всех проблемах этой игры. А второе ощущение, что игра недоделана, что это какой-то огрызок. Что механики работают не в полную силу или просто плохо. Но обо всем этом мы порассуждаем чуть попозже. В общем, начальные квесты представляют из себя стандартное «найди, собери, принеси», что довольно типично, опять же, для жанра ММО. Однако, я максимально осуждаю юбисофт за решение показать сразу, что игра из себя представляет. Типа, чел, ну вот тут ты будешь собирать семь залубки, та и три шоколадных глаза пингвина, и нести все это какому-то НПС. Да, я понимаю, что для игр подобного жанра это нормально, но надо было хоть как-то подсластить пилюлю. Про сюжет мне тоже сказать особо нечего. Он вроде есть, но на него так по**уй. По**й на персонажей, по**й на задания, разговоры неинтересные, персонажи неинтересные. Нас там в начале чё-то предают. Ах, я по**й. Мы должны через какого-то чела пробиться в пиратское сообщество. А вообще по**й. Наш корабль разбился. А вообще по**й. Это тоже стандартная проблема юбиков. Часто их сюжеты есть вверх просто для галочки. Ну, например, в The Division, где я скипал вообще все диалоги. И вот тут то же самое, но блин, тут же пиратская тематика. Хотелось, чтобы хоть как-то нас попытались заинтересовать. Но нет, тут всё совершенно неинтересно и стандартно. Давайте теперь немножко обсудим графоний, а потом мы перейдём к самому важному, то есть к геймплею. Графика в игре на первый взгляд кажется довольно симпатичной. Море красивое, ну не такое красивое, как Sea of Zivs, конечно же. Но всё равно смотрится неплохо, особенно на мелководье. Корабли тоже симпатичные, закаты мне понравились и погода в целом сделана добротно. Но дьявол кроется в деталях, и чем больше я играл, тем больше, к своему сожалению, замечал проблемы с графикой. Во-первых, когда-то в море суши выглядят отвратительно, деталей мало, прорисовывается плохо. Смотря на неё, я будто бы возвращаюсь в год начала разработки игры. На самой суше всё чуть получше, но тоже не очень. Если персонажи выглядят, ну как-то ещё терпимо, то окружение изобилут ассетами бородатых времён. Посмотрите вот на эту квадратную верёвку, например. Ну что это за пи***ц такое? Ну как это может быть в 21 меке? В общем, впечатления от графики остались смешанные. Где-то ужас, где-то нормально. Но одно я могу точно сказать, игра вообще не выглядит на 70 баксов. Она ближе к каким-то выживалкам из раннего доступа Стима. И кстати, дело тут не только в графике. Геймплей. Как много в этом звуке, и как мало его в Skull & Bones. Я уже упоминал, что в игре почти все задания это стандартные собери и принеси. После обучения и попадания на начальную локацию, мы сначала собираем детали для первого боевого корабля. Плавая на плохо управляемой шлюпке. Кстати, то, как собираются эти ресурсы, это просто ё***ный стыд. Я думал, что мы будем высаживаться на берег и ручками собирать то, что надо. Особенно после всех этих слухов про влияние на игру выживалок типа Раста и Арка. Но нет, тут всё намного, намного примитивнее. Надо подплыть к берегу, и рядом с нужными ресами запускается наиубогейшая мини-игра, где надо в тайминг тыкать мышкой. Это просто какой-то максимальный кринж. Благо, эту мини-игру в настройках можно выключить, но это означает, что сами разрабы понимали, какую хрень они делают. Именно поэтому добавили такую возможность. В общем, собираем мы таким глупым образом ресы, приносим их корабеллу, и он делает нам наш первый корабль. И тут у меня, кстати, была призрачная надежда, что, возможно, проблемы с управлением были только у начальной шлюпки. Но нет, получив свой первый корабль, я понял, ничего особо не поменялось. И вряд ли поменяется. Кстати, если кто-то доходил до кораблей классом повыше, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, изменится вот это вот дурацкое управление кораблем, или все корабли в игре управляются плохо. Итак, после постройки корабля нам предстоит снова собирать ресы, в этот раз для постройки пушек. Ресы приносим к кузнецу, и он нам делает, наконец, оружие. Про боевую систему я уже говорил, она просто шутерная. Да, есть механика размещения пушек на корабле, то есть ты не можешь стрелять в абсолютно любом направлении. Ну, вернее, можешь, если там установлены пушки, и в них есть патроны. А если нет, то не можешь. Но это единственное, что напоминает в игре о том, что вы стреляете из пушек на корабле. Может быть, еще кулдаун и перезарядку. Кстати, вспоминая бой из начала игры, я заметил, что особо не ощущая какой-то разницы при стрельбе из своего всратого корабля первого уровня, и того довольно прокачанного корабля из обучающего квеста. И вот это вот как-то, ну, очень грустно. Еще одно разочарование, это абордаж. Его тут нет. Ну, то есть он как бы есть, но все, что надо сделать, это попасть крюком в корабль противника, а дальше все происходит автоматически. Вам ничего не надо делать, вы просто получаете груз. Никаких боев на лодке нет. Еще одна крутая механика Assassin's Creed Blood Flag канула в лету. Дальше про геймплей. Не знаю, заметили вы или нет, но я все видео говорю ММО-игра, но не ММО-РПГ. Почему? Потому что в этой игре вообще нету РПГ. Тут нет прокачки персонажа. Есть только апгрейды корабля. Вы это не персонаж, вы это корабль. Можно ставить пушки получше, создавать новые корабли потолще. Ну и, конечно же, кастомизировать свой корабль, в том числе и за донат. Но никакой прокачки тут я не заметил. А получение уровней это просто престиж. Новые задания, но не более. Отыгрыша за персонажа тоже нет. В диалогах зачем-то присутствуют два варианта ответа, которые в целом ни на что не влияют. Далее следуют абсолютно одинаковые реплики. И зачем это надо было, непонятно. И при всем этом отсутствии отыгрыша, юбики решили сделать персонажа немым. Ну зачем? Хотя я знаю зачем. В моем возрасте надо экономить. Ну и добавлю, что я был максимально разочарован сушей в игре. Балом того, что высадиться куда угодно в игре нельзя, высаживаться можно только в специальных местах. Так еще эти места сделаны прислужниками сатаны, в них неудобно ориентироваться, это какие-то кривые лабиринты. Где изи можно запутать, пока пытаешься найти путь к квесту, или торговцу, или какой-нибудь другой точке интереса. Далее. Изначально я думал, что в игре открытое пвп, как Sea of Zivs. То есть на вас могут прям напасть и отобрать ваш груз. И это было бы очень круто. Однако позже я понял, что никакого дамага от выстрелов по чужим кораблям нет. И грабить можно только ботов. Вармода, то есть переключения между пвп и пве, тоже нету. И это очень грустно, конечно. Единственное, что мне тут понравилось, это то, что если ваш корабль разнесет какой-то бот, вам надо приплыть обратно на место гибели и забрать свой лут. А если вы погибнете еще раз, не успев его подобрать, он пропадает. Добавили, так сказать, немножечко щепоточку соуса в игру. И это прикольно. Это мне понравилось и в определенный момент пощекотало мне нервы, когда я нарвался на высокоуровневые агрессивные корабли. А про пвп, как я понимаю, это эндгейм. Мне в чате писали, что тут есть какие-то пвп-ивенты, но я их так ни разу за все время игры не встретил. И да, я знаю, что вы скажете, Артем, ты же так мало играл, но это же видно. Я согласен, но однако в других играх контент обычно видно сразу. Он просто недоступен по причине, например, низкого уровня. Но тут контента не видно в целом. И при всем при этом, я не могу сказать, что Skull & Bones мне совсем не понравилась. Дело в том, что она все еще ощущается как пиратская игра. Есть какая-никакая жизнь в море. Можно охотиться, можно нападать и грабить караваны, можно осоздать порты. Это все отсылает к старым добрым пиратским играм, которые в прошлом я очень любил. Но при этом сама игра ощущается как недоделанная, несмотря на 11 лет разработки. Я думаю, что фактических лет разработки было не больше трех. В игре нет свободной высадки на острова, нет полноценной интересной боевки, разнообразных квестов, нет прокачки, нет внятного сюжета и полноценного пвп. Но есть какой-то каркас, куда все это можно было бы навесить. Играя в нее, я испытываю чувства, схожие с тем, что испытывал, играя в No Man's Sky или Fallout 76 на релизе. Эти две игры на старте тоже не были играми, были лишь огрызками, каркасом той игры, которую задумал разработчик. В итоге No Man's Sky допилили до уровня не просто вменяемого, а даже превосходящего изначальные обещания. И Fallout 76 сейчас вполне себе неплохая мультиплеерная игра, с тем огрызком, что было на старте, ее просто не сравнить. Играется она совершенно нормально. И вот вопрос, стоит ли ждать, что Ubisoft допили с Clone Bones до вменяемого состояния? Я бы на вашем месте этого не ждал. Спасти эту игру могут только хорошие продажи, которые показали бы Ubisoft, что у игроков есть запрос на развитие. Однако, учитывая, что игра вообще никак не тянет на цену в 70 баксов, вангую этого не произойдет. Я не понимаю, почему юбики не выпустили игру фритуплейной, потому что тогда у нее, возможно, был хоть какой-то шанс. Может быть, обязательство перед правительством Сингапура их в этом ограничивать, не знаю. Но надо было хотя бы снизить цену за игру, продавать ее на 20-30 баксов, как инди-проект. Они делали так, например, с Prince of Persia, правда, там снизили цену всего на 20 баксов, да, и продавали за 50, но тем не менее, ну, это было хотя бы хоть что-то, хоть как-то они снизили цену. Потому что они понимали, что дают игрокам не совсем то, что те ждали долгие годы. И вот здесь надо было поступить точно так же, правда, 20 долларов скидочки тут, если честно, недостаточно, как по мне. Иву Гейму или Гиему, как вот там, блядь, не знаю. Короче, ему, вот этому старику, надо почаще думать перед тем, как говорит чушь в стиле «это играет настоящий ААА гейминг». Так он только показывает, что он седой сумасшедший старик, которому давно пора на пенсию. А возможно, так и есть, кстати, учитывая проблемы Юбисофта в целом. В общем, я скажу вам так, мне не хочется очередного провала от Юбисофт. Я боюсь за компанию, мне не хочется, чтобы, например, закрыли за Дивижн. Мне хотелось бы еще каких-нибудь кооперативных дрочилин от Юбика в стиле Wildlands или Брэкпоинта. Но Юбики как будто не понимают, что надо делать. Не понимают, что от них хочет их собственная аудитория, которая привыкла к экзакидонам, терпела их многие годы. Однако тут я очень сомневаюсь, что кто-то будет терпеть такое качество от проекта за 70 долларов. Понятное дело, что через пару недель Юбики сделают скидку и будут продавать игру баксов за 30. Они часто так делали в последнее время. The Crew Motor Fest, Аватар Фронтирсов Пандора. Но вопрос, поможет ли это проекту. Этой игре фатально требуется большое количество контента. И раньше Юбики были одним из лучших в том, чтобы навалить контента побольше. Не всегда качественного и крутого, но его было много. Всегда была большая карта с кучей точек интереса. И для любителей зачистки карты, подобных дрочилин, Юбики были одним из лучших. Однако теперь они не справляются уже даже со своей главной задачей. И помните, я говорил вам, что попрошу о помощи? Пожалуйста, переведите меня как-нибудь в комментариях, что этой игре не настанет пи***ц через пару-тройку месяцев после выхода. Что она не просто высрана Юбиками для отмаза и отчета перед правительством Сингапура. Если вы играли много и долго в бетку или играете сейчас на релизе, расскажите, как там все дальше. И так ли там все плохо, как в начале игры. Думаю, все, кто смотрит это видео, и в том числе я, будем вам очень сильно благодарны. Потому что мне очень хочется, чтобы все было хорошо. Просто пока в это совсем не верится. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на Телегу, на Твич. На этот канал, если вы тут первый раз, вам понравилось, тоже обязательно подпишитесь. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok